Молодой человек, вы еще не снимались? Да нет. Добро пожаловать в мастер портрета Зунунов. Очень приятно. Пройдите, пожалуйста, вот сюда. Так. Правее, пожалуйста. Шляпу на бочок. Так. Улыбочку, не моргать. Внимание. Будем карать гадом. Всех на дно. Всех на дно. Атака. Атака. Понимаете, рождается новый мир. Стройство, страна, вы. Ведь тысячи людей погибают. Ну, а вас душит сумасшедшая скука. Скука и опустошение. Нельзя так жить. Я очень хочу, чтобы вы поняли. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо. Здравствуйте. Эта передача называется очень серьезная. Линия жизни. Это охватывает, значит, всю жизнь. С рождения до встречи с вами. Это большой путь. Вы знаете, что когда я задумываюсь о своей жизни, я нахожу, что женщины, женщины сыграли ключевую роль в моей жизни. Значит, в 1943 году юная подпольщица Галина Прокопенко должна была выполнить очень тяжелое задание, очень опасное задание. Перейти через линию фронта и передать в действующую армию информацию, где находятся немецкие части. Танковые там, аэродромы и так далее. Информация, собранная этой подпольной организацией, она называлась Родина, она должна держать было все это в голове. Во-первых. Во-вторых, должна быть, обходить как-то посты немецкие и все, и должна была пройти пешком от Кривого Рога до Донецка. И она попадала и в гестапо, и была арестована много раз, попадалась, так сказать, в лапы фашистов. В общем, прошла тяжелейший путь и обостренный тем, что в этом переходе ее через линию фронта она была беременна мной. Это очень осложняло ситуацию, потому что она не просто должна была выполнить задание, она должна была сохранить ребенка. И это, кстати, помогало ей, когда она была в концлагере под Донецком. Помогало ей, потому что ей сочувствовали, я не знаю, вплоть до того, что дали ей возможность сбежать из этого лагеря контракционного. И, в конце концов, выполнить свое задание. Она выполнила его. Это Галина Прокопенко в 44-м году родила сына, которого назвала Родиной. Этот сын сейчас перед вами. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Сказать какие-то слова. И меня всегда раздражало, что она плачет. Я думаю, ну что она плачет все время? Рассказывает о своих друзьях и плачет. Я был маленький, я не понимал. Она в школе преподавала, где я учился, в 34-й школе в городе Днепропетровске. Так что мама положила какую-то базу, что ли, такую основную, что надо серьезно относиться к жизни. И я понимал, постепенно до меня доходило, что я должен быть серьезным и сделать что-то очень важное в жизни. Потому что многие, кто помогал маме, сами были войной разрушены. Поэтому мама, конечно, вот первая женщина, которая была в моей жизни ключевой личностью. Затем, как ни странно, я вспоминаю девочку Лилю, когда я учился в пятом классе, мне она очень нравилась. Эта девочка играла в новогоднем спектакле Белочку. И однажды она подошла ко мне и говорит, Радик, меня Радиком называли, не Родиной, а Радиком, ты не хочешь сыграть у нас медведя в новогоднем представлении? Я говорю, да ты что? Нет, конечно, я боюсь. Но важно было, что после каждого спектакля вы давали всем подарки. Это меня сломило вместе с любовью к Лилечке. Значит, мне казалось, что я буду с ней вместе, хоть я и медведь, но я буду с Белочкой рядом. То есть мне казалось, что это что-то такое стоящее. И я согласился. Я стеснялся ужасно. Никто не видел, как я рабел и потел под этой маской медвежьей. Лиля потом сыграла еще, так сказать, дополнительную роль в моей жизни. Помимо того, что она как бы привела меня к сцене, в школьной сцене, но все-таки к сцене. Я осмелел и стал более, так сказать, ярким, чем был в начале. Значит, Лиля ушла так, как мы все на летние каникулы, а после каникул не вернулась. И я слышал шепотом, говорили, что она умерла. Я не мог в это поверить. И когда расспрашивали где-то, спрашивали, почему она умерла, кто-то сказал, у нее был порок сердца. Это сыграло свою роль впоследствии, когда я должен был как-то решиться и создать фонд помощи детям с врожденными пороками сердца. Поэтому это как-то соединило меня с благотворительной функцией и задачей. И поэтому я, Лиля, очень благодарен за то, что она была вот такой, так сказать, доброй девочкой. Затем у меня была женщина, которая была своего рода галатеей, а я себя чувствовал пигмалионом, который создал и влюбился в скульптуру, а в данном случае помог Вере Глаголевой обрести профессию актерскую, помог ей в первые годы ее деятельности. Я считаю все ее роли, которые были вот в моих фильмах, замечательными. А потом я смотрел уже издалека на Веру, потому что так жизнь нас разлучила. Но я следил за ее творчеством актерским, радовался ее успехам и режиссерским в том числе. Она получила больше международных наград, чем я за всю свою жизнь. Кроме того, еще, так сказать, важная задача, которую выполнила эта женщина. Она родила мне очаровательных двух девушек, Аней и Машей. Это ключевое событие в моей жизни, безусловно. Сашенька, ну какой ты молодец, что ты пришел. Раздевайся. Настя! Мам! Ты настоящий друг. Филобровик приехал. Здравствуйте. Шурочка, три месяца, а, Саша? Ранение, контузия. И ранение, и контузия. Я вам говорила, мама. Настя, у нас гости. Раздевайся. Настя, выйдет, а у тебя такое лицо. А в госпитале хорошо кормят? Мам, ну что-то странные вопросы. Выжил? Саша. Посмотри мне в глаза. Они... Не вернулись? Задержались. А, ну... Шура. Не вернулись. Подождите. Я не понимаю. Что, собственно, случилось? Что произошло? Самолет не вернулся, так? Ну, примерно так. Следующая женщина, которую я очень люблю, это Наташа. Это моя вторая жена, с которой я прожил уже 30 лет. Вместе я дорожу этой любовью, ценю наши отношения. И сразу же признаюсь вам, я нигде об этом не говорил. Она, по сути дела, спасла мне жизнь. Если бы это, я говорю, так сказать, честно и правдиво, что если бы не она, меня бы уже давно не было. Я знаю, так сказать, ту силу, которая от нее исходила. И, естественно, забыть это невозможно. Еще, я должен сказать еще одна вещь. Я вспомнил о Кате, Наташине и моей дочери, которая живет в Штатах, но часто бывает здесь, что она тоже свою роль сыграла. Я играл практически всегда положительных героев, как вы помните, в разных фильмах. Положительные, положительные, положительные. И она как-то сказала, а тебе не надоело? Не скучно играть одно и то же. Ты сыграй отрицательную роль. У тебя получится. Я говорю, да. Как это? Ну, вот так, попробуй ты увидишь, будет хороший отклик зрительский. И в самом деле я решился на такой подвиг и сыграл злодея, убийцу в сериале «Паук». Если вы смотрели «Паук». Если нет, посмотрите. Там я в душу, профессионально очень, девуша. Как всегда вдвоем неразлучники. С Региной вы тоже вдвоем это самое. Тихо, тихо, тихо. Здесь все? Оружие-то надо проверять, Сергей Сергеевич. Вы какое-то время провели в детском доме, а будучи студентом, вы сняли каракометражный фильм о жизни в нем. Какова цель? Я думаю, что просто это во мне сидело, вот это беспокойство, что дети могут бывать так жестоки. Но это было послевоенное время, и этот детский дом, который приютил меня, очень много сделал болезненных таких уколов мне. Потому что, во-первых, не было мамы, она была в больнице, тяжело болела, и я думал, что она умрет. Во-вторых, я был очень такой скромный, тихий мальчик, и надо мной все издевались, потому что слабого всегда бьют. Но потом, со временем, пока я там, как сказать, находился, я смог как-то преодолеть эту стеснительность, и в конце концов стал курить, хотя мне было 11 лет, курить, матершиться, воровать. То есть у меня был бы набор такой серьезный. Продолжение следует... И вот это воздействие на меня, этой среды, что ли, да, оно очень обеспокоило потом мама, когда вышла из больницы, и нам дали комнату в коммунальной квартире. Вот. И сейчас я отдаю должное ей, опять же, Галине Антоновне, моей маме, должное, что она нашла путь, как меня вынуть из этой среды. Она делала очень хитрые такие, как я понимаю, разумные ходы. Она подкладывала мне жульверно, чтобы я полистал. Я так начинал читать, потом начинал входить в это, мне стало интересно. Потом она сказала, что есть такой кружок во Дворце культуры, кружок по строительству яхт, модели яхт. Я думаю, о, интересно. Пошел, стал заниматься, занял второе место в области по яхтостроению. То есть мне казалось, что что-то открывается, какой-то другой горизонт для меня. Я даже написал письмо Жукову, маршалу Жукову, написал, что я вот хочу быть адмиралом. Он ответил мне, как ни странно, попутного ветра тебе, давай действуй. Ну, когда я, как сказать, получил этот ответ, уже было поздно, надо было еще год ждать. То есть я должен был лишний год учиться, и я подумал, что нет, отложим это на потом. Так что адмиралом я не стал. Может, сыграю когда-нибудь, но, во всяком случае, пока мне это не грозит. А потом мы снимали угол, маленький уголок, у одного человека по фамилии Бразинский, Дмитрий Филиппович. Он оказался артистом в Русском драматическом театре имени Горького в Днепропетровске, где мы жили тогда. И мама как-то сказала, он ведет такой, как в художественной самодеятельности, кружок актерский. И она меня уговорила, пойди, может, тебе интересно будет. Я пошел, от нечего делать просто. Пошел туда. Он мне сразу как-то, я не знаю, понравился ему как-то, или он понял, что какое-то будущее у меня есть, не знаю почему. И он сказал, вот там мы берем сейчас спектакль делать, маленький, и там есть роль старика. И этого старика ты должен сыграть. Я говорю, как я буду сыграть старика? Ну как, наклеим тебе здесь чулок, сделаем, что ты без волос, наклеим тебе усы, сделаем стариком. А ты смотри, как старики ходят, как они говорят. А присматривайся, и потом будешь так же копировать их на сцене. И вот это я этим занимался. Я смотрел на всех стариков, которые проходили мимо, смотрел, как они идут, как они хромают, или там согнуты они, или каким хриплым голосом они говорят. И я так наловчился, что в следующий спектакль, где был старик, я уже сам рвался, хотел сыграть старика. Мне казалось, что мой талант вот в этом. Мама, которая приходила на спектакль, она говорит, неужели это ты, сынок? Вот это артист, это настоящий артист. Да, а потом последовало поступление во ВГИК. Вот этот наработанный старик сыграл свою роль очень хорошо при поступлении в Институт кинематографии. Вместо того, чтобы читать какие-то стишки, я выступил сразу же, будучи, в общем, юным, 16-летним юношей, разыграл старика перед комиссией. Все захохотали, спросили, сколько тебе лет? Я сказал, 15. 15? Я говорю, извините, 16-16. Но это небольшая разница в сравнении с 70-летним стариком, которого ты сыграл. Так что это как бы открыло дверь во ВГИК, Институт кинематографии, который для меня был вообще невероятно высоким полетом. Потому что все актеры, которых я любил и знал, мне кажется, все они оттуда, из Института кинематографии. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ Вообще, я должен сказать, что моя мать, помимо того, что дала мне жизнь и воспитала, это не только ее единственное, так сказать, достоинство. Она, так как ей не разрешали преподавать в школе, она была больна туберкулезом, то она, так сказать, попала, стала воспитательницей в лагере для заключенных. И это для нее было открытие, потому что кругом были, ну, какие-то незаслуженно посаженные диссиденты. И она пыталась разобраться, что их беспокоит, что их травмирует, почему они пишут. И она выносила от них письма, чтобы передать их на свободе, передать их родственникам и прочее. И поэтому у нее было такое сочувствие к ним. И она стала, подумала, что она сможет немножко изменить ситуацию. Она стала писать письма сначала в Центральный комитет просто так, потом написала самому Хрущеву. И после этого зашевелилась вокруг нее. И стали угрожать ей, что если вы будете продолжать такую переписку вести, вести, поучать и наставлять руководство страны, мы вас просто посадим в психбольницу. И в самом деле, через какое-то время я посылаю маме деньги, я уже снимался в это время, хотя мне было 18 лет, но я уже снимался и посылал маме деньги. Деньги, перевод вдруг вернулся. Через неделю вернулся, написано, адресат выбыл. Куда выбыл? Куда адресат выбыл? Я помчался в Днепропетровск, где она жила тогда, и узнал у соседей, что 5 утра приехала за ней какая-то машина, ее вытолкнули, выпихнули, вытащили из дверей, запихнули в этот воронок или что там это было, и увезли. А куда увезли, сказали? Сказали, в город Игрень под Днепропетровском. Я понял, что это такое. Я понял, что Игрень – это там, где держат психбольных. Это целый город под Днепропетровском, которым... Анюк, кстати, в этом городе написал даже Солженицын, архипелаг ГУЛАГ. И я помчался туда, встретил маму, я говорю, мама, что произошло? Она говорит, ты помнишь, я тебе говорила, что вот такое вот может быть, такое случится. Так оно и случилось. Но она не нервничала, не переживала. Она мне говорит, ты только не дергайся, я тебе скажу, что надо делать. Звони или пиши в журнал «Советская женщина», они знают о моем подвиге, они помогут. Пусть учителя напишут письмо, что они гарантируют, что все будет нормально, она не будет писать письма, все будет хорошо. И я это все сделал, но, тем не менее, ее не выпускали. А потом однажды пришла врач этого отделения, говорит, со слезами на глазах, вызвала меня в сторонку, отвела и говорит, вы знаете, вашей маме почему-то делают уколы, ну, инъекции вводят, но не поручили нам, а делает главврач во всей больнице. Вводите свою маму отсюда, как можно быстрее, потому что если ее посадят в буй на помешанных, вы не сможете ее ни видеть, ни общаться, ничего уже не сделаете. Я говорю, нет, я забираю ее. Как только мы вернулись, мамы, в Днепропетровск, я уехал после этого по работе, по съемкам в Москву, и через какое-то время мама почувствовала себя плохо, и оказалось, что у нее очень быстро развивающийся рак. Поэтому мне казалось, что это ее заразили, так сказать, в отместку за то, что она была непослушной, дерзкой по отношению к властям и к самому, к этой самой больнице. Поэтому мне казалось, что это достойно того, чтобы написать какой-то сценарий. Только я сделал в этом фильме не женщину главной героини, а мужчину, чтобы немножко поменять. И поэтому появился фильм «Заражение». Ее можно было спасти. Можно, понимаешь? Если б не эти проклятые деньги. Понимаю. Двести пятьдесят тысяч, Алеша. Двести пятьдесят тысяч долларов. Это ж никакой жизни не хватит. Такие деньги заработать. Она дружила за ним в институте. В девяностые он сказочно разбогател. Ну, я бросился к нему. Все обещал. Придумаем что-нибудь. А потом стал прятаться. Даже телефон поменял. Ну, честно бы сказал, нет. Мы же время упустили. Я бы, не знаю, банк ограбил бы. А теперь ее оттуда. Уже никакими деньгами. Ваша первая роль в фильме «Василия Шукшина» живет такой парень. Почему Шукшин выбрал именно вас? И как встреча с Василием Макаровичем повлияла на вашу жизнь? Ну, конечно, это тоже тайна. Потому что у каждого режиссера свой подход к выбору артистов. Я думаю, что это связано было с тем, что я учился на курсе с девушкой, которую он любил. Лидия Александрова. Это была его гражданская жена. Ну, он, естественно, пришел на экзамен к ней. Посмотреть, как она играет. А увидел меня. Он меня вызвал. Я пришел на пробу. И должен был сыграть роль этого инженера Гены. И он, в общем-то, склонился к тому, что я тот самый нервный, ревнивый молодой человек. Поверил в это. Хотя мне было всего 18 лет. Я еще не испытывал чувства ревности никакой. Поэтому для меня это новость. Но я понял, что такое ревность, глядя на него самого, на Шукшина. Потому что он был влюблен, повторяю, в эту Лидию Александрову. И если она где-то задерживалась, что? Я видел, как он весь прямо нервничал, злился. Ну, злился не на нее даже, а на тех, с кем он репетировал, скажем, что-то. Что ты, Леня? Что ты? Повернись сюда. Встань сюда. А сам ищет, где она. Да, то есть проявление не прямое. Не то, что он подбегал к ней и что-то говорил. Да, поэтому я присматривался к нему. И когда он показывал, как актерам играть ту или иную сцену, это была реальная жизнь. Это не было выступление артиста. Хотя он замечательный актер, но он гениальный писатель, режиссер прекрасный. Тогда это была первая его большая картина. Живет такой парень. Это был его дебют в большом кино. Ну и мой тоже. И я счастлив, что эти два элемента, так сказать, совпали. Его дебют и мой дебют актерский. Переживаешь? Я не понимаю. Поймешь. Любишь Настю? Что тебе вообще надо? Любишь. Где она в машине сидит? В машине на улице. А ко мне зря приревновал. Мне с хорошими бабами не везет. Ну, что касается истории, я не могу не обойти роль, которую я играл в юные годы. Это роль Владимира Ильича Ленина. Почему это важно было для меня? Потому что режиссер этого фильма, Марк Донской, не просто снимал этот фильм. Он меня посвящал, сам того не ведая, может быть, даже, в кухню режиссерской профессии. Он, как отец ко мне относился, опекал меня. Пойдем в монтажную. Какой ты дубль говоришь, там тебе нравится? Я говорю, там второй. Ну, в такой-то сцене. Монтажер говорит, дай покажи мне второй дубль. Давай, раз, два, три, четыре, пять. Пять метров. Хорошо, покажи третий. Раз, два, третий. Я говорю, вы даже не посмотрели, как вы определили, какой дубль. Он говорит, дурачок, потому что я вижу, что эта сцена идет в третьей части фильма, когда зритель уже засыпает. Я не могу длинно такой тебе дать пять метров болтовни. Я тебе сделаю два метра, но это будут сильные, ударные. Я думаю, ага, интересно. Потом там мы снимали где-то на «Волге». И подходит ко мне оператор и директор картины и говорит, поговорите с ним, у вас особое влияние на него. Поговорите, чтобы мы не задерживали съемку. Я подхожу к Марку Семеновичу. Марк Семенович, вы видите, я в гриме. Он уже плавится, солнце лупит, страшно. Давайте снимать. Посмотрел на меня очень строго. Ты видишь, это небо, так сказать, абсолютно как тряпка белая. Ничего, так сказать, нету. Не за что зацепиться. А у меня какая сцена, ты помнишь, драматическая. Нагнетание такой нервозности, трагедии. Я не могу, мне надо дождаться хоть одного облачка, тогда я могу как-то сконцентрироваться на этом и сделать. Я думаю, как это, то, что здесь будет грозовая такая туча, и если будет еще добавлена музыка такая, ду-ду-ду-ду-ду-ду, это получится то, что нужно. Понимаешь меня? Я говорю, да, я понимаю. И поэтому я как бы заразился этой профессией новой. И потом уже начал снимать фильмы. Боюсь донайцев, даже дары приносящих. Это борьба не с голодом, а с голодающими. Логично. Позвольте, господа судьи, огласить постановление губернского земского собрания, которое я просил переобщить к делу. Исключите числа нуждающихся работников в возрасте от 18 до 55 лет, и детей моложе двухлетнего возраста. Так как первые могут прокормиться различными заработками, а дети материнской грудью. Позволительно спросить, где могут найти нуждающиеся люди заработки, когда на сотню верст в губерниях Уфимской, Казанской, Симбирской, Нижегородской и других сверствует голод, холера, тиф, цинга. Вумил человек! Заработок найти, ну никак нельзя! Это уж как боксля! Когда вспоминают фильм «Нежность», сразу говорят о настроении оттепеля, итальянском неореализме и о вас, как о Герои Времени. Могли вы объяснить, что это за годы, в чем особенность этих людей, на которых, как мне кажется, мы не похожи? Ну, я бы, как сказать, подклеил к этому еще фильм «Влюбленные», потому что это и «Нежность», и «Влюбленные» снимал один и тот же режиссер. В одном я играл Тимура, молодого человека, а в другом я играл Родина. Вот даже там по имени Родин можно сказать, что это во многом использованы, ну, какие-то биографические данные моей собственной жизни. Поэтому я очень дорожу этими картинами. Еще к этому я бы присовокупил «Влюбленные 2». Эти три фильма, как бы, стоят особняком моей жизни. Мы все в это время жили предчувствием какой-то большой жизни, больших радостей, которые нас в жизни ожидают. Но и первые – потери, первые удары, которые мы получаем от жизни. Если «Нежность» – это о подростках, о первой влюбленности, о потере близкого человека, то второй – больше о надежности, о вере. Мы снимали в Узбекистане эти фильмы, и Узбекистан был для меня открытием большим. И сами люди, и их нравы, их даже кухня, до сих пор мое любимое блюдо – это узбекский плов. Кажется, что это не фильм о ком-то, а это наша собственная жизнь. Когда я падаю там с водопада, с арбузами плыву по горной речке, мне кажется, что это было со мной. Я действительно падал и плывал в этой горной речке, но это не было, что я исполняю какую-то роль. Это было вот это существование, полная отдача. Спустя 50 лет, после того, как был сделан фильм «Нежность», и поздравляли меня с этим фильмом, и многие, которые писали в журналах, писали мне письма, что они думали, что я реальный узбек, и даже вспоминали, как они меня видели в прошлом году. Я был там на такой-то улице, сидел в такой-то чайхане, и вроде так убедительно рассказывали, что я думаю, может, я действительно побывал там каким-то образом. Так что это часть моей жизни, и я ее никогда не забуду. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Смотрите, утопленник! Где? Что ты болтаешь? Люди сюда! Смотрите, в какой-то человек живой! Как он сюда попал? Ну-ка, тяни сядь. Наверное, городской. Искупаться решил. Раба любви. Про этот фильм, иначе как шедевр, сказать нечего. АПЛОДИСМЕНТЫ Скажите, пожалуйста, а помните ли вы, как вы готовились, о чем говорили с Никитой Михалковым, Еленой Соловей? И еще маленький вопрос. Встречались ли вы с Еленой Соловей в Соединенных Штатах? Спасибо. Я начну с конца. Я общаюсь, но по телефону, потому что она живет на восточном побережье Америки, а я живу на западном. Я в Лос-Анджелесе, а она в Нью-Джерси. Поэтому кататься туда непросто. У нее была когда-то радиопередача, которую она вела в Штатах на русском языке. Она просила, чтобы я там поучаствовал, что-то рассказал, какие-то истории, все такое. Это было. А сейчас, конечно, сложно. У меня тут праздновали мой юбилей, и я попросил ее прилететь. Она говорит, я не могу, к сожалению. Она очень, как сказать, боится оставлять мужа, который болеет на долгое время. Поэтому она прислала такое, как кино-поздравление. Что касается «Раба любви», «Раба любви» тоже стоит особняком моей творческой биографии, судьбе. Я рад, что фильм получился. Это был такой ретро-фильм, необычный для нашего кинематографа в те годы. И сделан он был очень изящно Никитой Сергеевичем Михалкровым. И блистательная работа Лены Соловей, которую интонационно даже забыть невозможно, как она говорит. Я боюсь повторять ее, так сказать, интонации. Но я думаю, что если кто помнит эти фильмы, помнит ее мелодику, ее речи. Удивительно, не говоря уже о пластике, о том, как она одета. Замечательно. Сама атмосфера съемок была очень доброжелательная. Я бы сказал, даже любовная такая. Могли задержаться, поговорить, пообщаться друг с другом, провести вместе какой-то вечер, поговорить по душам. Вот это все было на «Рабе любви». Ольга Николаевна, родная моя, я готов ждать вас всегда. 15 человек на южную, быстро! Я не просто люблю вас. Я люблю вас так, что готов ждать всю жизнь. Ну вот. Теперь я должен быть. Как? Вечером я зайду к вам. Мы будем пить чай с вареньем. У вас есть варенье? Нет, Джем. Ну вот, мы будем пить чай с Джемом. С Джемом. И разговаривать обо всем. И разговаривать обо всем, обо всем. Я буду ждать вас. Вы работали с великими актерами. В чем магия этого поколения актеров? Я счастлив, что мне довелось работать с ними. Но режиссер должен быть хитрым и дипломатичным. Потому что, когда ты работаешь со звездами, ты должен думать о том, чтобы не травмировать их гордыню, не затронуть что-то болезненное, тяжелое. Был такой случай на съемках «Врагов», когда в одной сцене сошлись Николай Гриценко, Николай Олимпич и Иннокентий Михайлович Смоктуновский. Между ними пробежала черная кошка до этого фильма. И Гриценко испытывал какой-то, ну, не то что не любовь, но какое-то раздражение по отношению к Смоктуновскому. Смоктуновский тоже, потому что Смоктуновский хотел играть Каренина в фильме «Ана Каренина», а роль Каренина отдали Гриценко. Но Смоктуновский появлялся на съемочной площадке и давал подсказки, подсказки давали. Зачем он сюда отходит? Он не должен... Ну, то есть он... И Гриценко кипел просто от неприятия такого. Но у меня сцена должна была быть, когда они сидят, разговаривают друг с другом, и оператор мне говорит, надо начинать с Гриценко по свету. Я говорю, а как я теперь? Я скажу, пришли оба, загримировались, сидят уже, и я теперь даю предпочтение одному из артистов. Что делать? Я знаю, что будет сразу взрыв, он хлопнет, Гриценко по столу, там, кулаком ударит и уйдет. Скажет, что пусть снимайте его. Значит, какой путь можно сделать? Я подхожу к оператору и говорю, ты можешь формально сделать, что они вдвоем сидят. А потом делаем так, как надо. Важно было найти путь, при котором они бы как бы мирно разошлись хотя бы. Они уже были на равных. И поэтому все получилось так, как надо. Скажем, у меня был фильм, я снимал в Штатах, назывался «Стёрр». Здесь он шел под названием «Телепат». И в этом фильме у меня одну из ролей играл достаточно известный артист Тони Тон. И у нас была сцена, когда его должны были ранить. В спину, ножом, и он должен завалиться. А снимать мы должны были в каком-то подвале. И грязь кругом жуткая. Я думаю, как я буду, как я ему скажу, потому что в Америке даже грязь делают искусственной, чтобы ничем плохого не произошло с артистами. Когда мы зашли на съемочную площадку, Тони Тот посмотрел площадку эту, а он говорит ассистенту, я здесь сниматься не буду. А я, зная это, оделся в такую светлую одежду и пришел. Говорю, ну что, будем снимать. Сначала я тебе объясню, что нужно сделать. Вот здесь, когда пернут тебя ножом, ты должен раз и завалиться. Я ложусь, падаю прямо на эту грязь. Один раз показал ему. Можно, я говорю, по-другому. Вот если сделать тебе спереди, ударят ножом, ты упадешь вот сюда, и в своем светлом костюме я падаю на эту грязь. Второй, третий раз я ему что-то тоже показывал и сделал. Ладно, я все понял. Давайте, включайте камеру. Включили камеру и сняли этот кусок. Как сочетается русская и американская киноиндустрия? Вы знаете, что доходило до смешного, потому что, когда работают совместно в одном фильме и американские, и российские актеры, то нужно находить какую-то сигнализацию, которая бы, скажем, ткнул актер российский, закончил свой текст, и Эрика Робертса так под боку начинает свое играть. То есть, не понимая, так сказать, кто что говорит, иногда бывали такие несовпадения, очень смешные, когда текст не соответствовал, я-то понимаю по-английски, что говорят, а иногда такие расхождения бывали забавные. Американские актеры очень доброжелательные, в отличие от наших ребят, которые не понимали, откуда я взял этих артистов. Они говорят, где-то учились, они где-то закончили какой-то театральный вуз или что-то. Я говорю, нет, в Америке этого нет. В Америке ты хочешь, бери классы. Они ходят на тренинг, они ходят к каким-то платным преподавателям, так, чтобы не терять форму. И даже суперзвезды, такие как Аль Пачино, они не стесняются приглашать на съемочную площадку преподавателя. Так же было с Мерелин Монро, который ее преподаватель, который обучал ее актерскому мастерству, Ли Страсберг. Он присутствовал почти на каждой съемке, где она была. И она была уже суперзвездой, получала миллионы, зарабатывала, но не отказывалась от этого учителя, преподавателя. Будучи студентом, вы сняли фильм по Рэю Брэдбери, а в Америке вы с ним подружились. Почему вам был так интересен этот писатель и о чем вы с ним разговаривали? Ну, это тайна. О чем мы с ним разговаривали? Нет. Я прочитал повесть «Виной задуванчиков» где-то в 69-м и 70-м году. Так как я заканчивал обучение на режиссерском факультете, после актерского, то в дипломную свою работу я должен был выбрать какой-то материал, чтобы утвердил его руководитель курса Игорь Васильевич Таланкин. И тогда уже приступить к съемкам дипломной работы. И тогда мне вспомнилось, что есть такой удивительный писатель Рэй Брэдбери, который так лег на душу мне. Мне так нравится его поэзия, поэтика. Светлый, добрый рассказ о детстве, о незабываемом детстве 28-го года, когда еще не было Великой депрессии в Америке. Мне так это понравилось, что я подошел к Игорю Васильевичу и говорю, Игорь Васильевич, я хочу снять, снимать дипломные работы «Виной за дуванчиком». Он говорит, как «Виной за дуванчиком»? Причем здесь «Виной за дуванчиком»? Ты будешь российским режиссером. Но мне удалось переубедить. Опять же, на помощь пришла актерская моя профессия, поэтому я знал, как надо сыграть, что надо спеть и как надо спеть. И, в общем, как-то я пробил это. Я счастлив, что я сделал этот маленький фильм, потому что он как-то положил, ну, лег в основу наших отношений с самим Брэдбери, когда он был жив. Мы дружили с ним почти 10 лет. И эта дружба, конечно, незабываемая, потому что я люблю его не только эту повесть, но и «Марсианские хроники», «451 по Фаренгейту», почти 900 рассказов его. И когда мы с Наташей, с моей супругой, приходили к нему, то у нас всегда был такой ритуал, что ли. Мы привозили с собой бутылку вина красного, покупали сыр с халапеньо, с острым перцем, и сидели, разговаривали, вспоминали, а ему было, что вспомнить, потому что он знал всех звезд, прошлых звезд американских, голливудских кинозвезд. И мы могли часами вспоминать какие-то фильмы, рассуждать, говорить о том, что мы будем делать. Ну, мы познакомились с ним просто на подписании книг. Мы купили книгу, и он подписывал. Я сказал, что я режиссер из России. Он говорит, «О, у меня много в России знакомых, друзей, и все такое». Ну и хорошо. А потом он пригласил нас на спектакль, который в его театре, он содержал театр большой, ну, небольшой, такой, достаточно скромного размера. Но там шли все его произведения. Мы пошли туда, посмотрели спектакль, после этого поговорили с ним. И так, когда-то Наташа проговорилась, что я снимал дипломную свою работу «Виной задуванщиков». Он говорит, «Ну, покажите». Я шепчу Наташу, я говорю, «Ни в коем случае, ни в коем случае». Я уехал в Москву, у меня какие-то были здесь дела. Потом как-то вечером звонит Наташа, говорит, «Ты знаешь, я показала фильм». Он смотрел фильм и плакал. А потом после этого сказал, «Позвони своему мужу и скажи, что я его люблю». Ну, как после этого не любить самого Брэдбери? Я был потрясен. Здорово, миссис Бэнкли. А когда-то меня звали Эллен. Что такое? Вы не верите, что меня звали Эллен? А я не знал, что у старух бывает илля. Он хотел сказать, что старух не убивает по имени. Вы правы. Стариков почему-то всегда величают слишком таблиценно. Вы правы. А сколько вам лет? Сколько? Много. А все-таки? Восемьдесят девять. Я помню еще птеродактеля. Да уж, это старое так старое. А я чувствую себя так же, как тогда в вашем возрасте. В нашем? Да, конечно. Когда-то я была такой же хорошенькой девчушкой, как ты, Джейн. И как ты, Лиз. Хорошенькой. В чем дело? Вы решили испытать судьбу за океаном. История знает много примеров удачных и не очень. Как было у вас? Это были девяностые годы. Мне, конечно, хотелось работать, хотелось снимать что-то в ключе, который мне был понятен, доступен. Мне казалось, что время меня вытолкнуло из страны. Как бы невольно, потому что все не получалось. я должен был снимать фильм «Стена» по Александру Галину. Денег не было на этот фильм. Группу пришлось распустить. Мне казалось, что все, я в тупике в полном. И поэтому то, что появился шанс такой, потому что вот этот последний мой фильм купила 20-й век Фокс-студия. И это был первый советский фильм, купленный такого уровня голливудской компанией для международной дистрибьюции, проката международного. Мне казалось, что открывается какая-то перспектива новая, и я смогу чего-то добиться. Конечно, я обманывался. Многое не получалось. Все было на грани, что надо возвращаться всем в Россию с Наташей, с моей второй женой. Вот. И тут я должен сказать, помог Господь Бог. Я должен был ехать на встречу самому президенту студии 20-й век. И мы волновались, конечно. Наташа говорит, знаешь, что возьми, у меня есть открытка Иоанна Шанхайского. Это священник, который, она говорит, будет, наверное, святым, признан святым. Возьми эту открыточку и возьми, помолись и подержи ее с собой, она тебе поможет. Ну, я, конечно, особенно не придавал этому значения. Положил это в боковой карман своего пиджака и отправился на эту встречу. И вот мы рассказываем про то, «Будет сделано». Я смотрю, он кислый, посмотрит на часы. Я думаю, все, провалились. После этого уже мы собирались уходить. Редактор говорит, «Роджер, ну ты посмотри, вот у Родиона есть фрагменты из его фильма. Может быть, тебе понятнее будет, в каком ключе это будет сделано». Он включает, говорит, звук не работал, свет зашатался. Я думаю, «Боже мой». Но потом все-таки на одну минуту что-то получилось. он говорит, «Знаете что, пишите сценарий, подписывайтесь с ними контракт. Все, дело сделано». После того, как он досмотрел этот отрывочек из фильма, у меня вдруг, как будто утюгом кто приложил вот в левой стороне. Я сначала подумал, что это что-то с сердцем может быть, а потом вспомнил, что здесь лежит открытка Иоанна Шархайского. Точно, я думал, все, он будет святым. Я так благодарен ему, что недавно закончил сценарий о его житии, о житии Иоанна Шархайского. Так что Господь Бог через Иоанна дал шанс мне сделать фильм. Потом я снимал фильмы, которые вы видели, три серии убойной силы, как Хабенский и его партнер, маленький такой, поехали в Штаты, и чтобы купить карбюратор для Волги. Рейтинг был очень высокий у этих сериалов. И после этого на этом взлете я предложил идею. Сериал назывался «Русские в городе ангелов», где уже снимались американские актеры вместе с российскими звездами. Дорогие друзья, я очень признателен вам за терпение. Мне вспоминаются строки Булата Акуджавы, многие, наверное, помнят, это песня у него, но я сейчас петь не смогу. Когда он говорит, давайте говорить друг другу комплименты, ведь это все любви, счастливые моменты. давайте жить во всем друг другу потакая, тем более, что жизнь короткая такая. Спасибо. 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 Мы обязательно встретимся еще. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ